Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено питерской компании Савандри, выпускающей более чем натуральную косметику. Судя по составу, она должна быть идеально натуральной. И цены там довольно демократичные. Я бы сказала, что некоторые продукты, даже если сравнение с Ифроше, они намного выигрышны и в плане цены, и в плане состава. К примеру так. Хотя Ифроше тоже вроде как заявляется, допустим, ну и не только Ифроше, допустим, даже Гринмама как супернатуральная косметика. Но на самом деле многие, я думаю, уже убедились, что это не совсем так. Здесь это, в общем, можно среди косметики, в том числе и производства России, всегда найти что-то более лучшее, что-то более, что вам подходит. Мне сегодня пришла посылка из нескольких продуктов на обзор. Я расскажу вкратце о каждом продукте, и потом еще будут видео обзоры на каждый продукт по отдельности. Мое мнение, подошло, не подошло, какой эффект. Ну и там уже, допустим, про тот же состав. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Ссылка в инфобоксе будет на сайт и на каждый из продуктов, которые мне сегодня пришли. Плюс я постараюсь рассказать более внимательно, как, допустим, делать заказы на этом сайте. И я думаю, что вообще там довольно понятный, интересный интерфейс. Ну, в общем, обо всем по порядку. Пожалуй, начну я со вскрытия. Давно таких коробочек не видел я уже. Вообще, где-то, может быть, года три назад, или, может быть, даже два, я точно не помню. Ну, многие, возможно, знают, а можно нет. По крайней мере, некоторые мои друзья знают, что я люблю мыло ручной работы. И сама делаю, и если мне дарят. Ну, допустим, даже не мыло, не обязательно ручной работы, но чтобы оно такое интересно было, мне в свое время подруга всегда из Питера привозила очень много разных, от разных фирм, разные такие мыльцы. И однажды было у меня даже мыло от Саундри. Я тогда просто не обратила внимания ни на марку, ни на это. Ну, само мыло мне очень понравилось. И вот внезапно оказывается, что это все та же самая компания. Кстати, чтобы не протряслось. Ну, что, вполне этого. Я думаю, что они точно так же за эти посылки, допустим, если не курьером, а почтой вы заказываете, в какой-то более отдаленный, чем, допустим, Ярославль или еще какой-то город. Допустим, как мой Углич от Питера, более отдаленный район, если это посылается почта, то я думаю, оно примерно так же запаковывается, потому что, допустим, в Гренмаме оно перекладывалось бумажкой, чтобы не тряслось, но все равно там что-то такое случалось, иногда протекало, иногда протрясалось. А здесь же очень хорошо так утрамбовано вот этой вот штукой пойдет насажение в сав. Бумага все-таки. И дальше оно все запечатано. Вот это мне больше нравится, чем, допустим, в той же Гренмаме, где в пакетиках и из пакетика оно вполне может пролиться, открыться, открутиться, раздолбаться или еще что-то. Но это дело Гренмамы. Здесь же мы обозреваем саванли. В общем, я заказала себе гель алоэ вилдра 95%. Я вообще смотрела там вот чисто, что бы я хотела, чтобы мне подошло, чтобы я пользовалась потом. И оно мне нравилось, если понравится совсем, то я могла бы это себе потом уже просто заказать за свой счет. И что я могла бы посоветовать людям. Вот кто-то у кого-то примерно такая же кожа, как у меня. Ну, если вы смотрели мой маст хэв, единственный это и фрашевская, такой лосьон, что-то такое, ну, ближе к лосьону, он вообще для проблемной кожи, но я его использую, когда у меня кожа сухая. Она у меня смешанного типа, где между жирной и сухой, между сухой и нормальной, когда я как приспичек. Зависит от погоды и от моего рациона питания, соответственно. Ну и когда-то я делала сама себе какой-то лосьон, точнее тоник там в основе алоэ. Алоэ, конечно, увлажняет кожу. Мне это очень нравится. Это в Green Mami был крем с алоэ и с чем-то еще. И мне очень нравилось им пользоваться. В чистом виде тут алоэ. Плюс еще, вообще на сайте было написано, здесь вот тоже есть. В общем, тут сок листьев алоэ, вера, и вторым средством идет уже добавлено камень рожкового дерева. Это, скорее всего, какой-то консервант Е410, что на самом деле эти натуральные средства очень недолго живут. У меня тот же самый тоник мой был в составе с соком алоэ, я делала его сама. Это очень геморно и проблемно. Если есть где-то кто-то, кто делает и выдает его вот в таком виде, то, конечно, лучше, наверное, все-таки купить. Но если вы хотите все-таки самим погеморриться и сделать, то, конечно, можете, флаг вам в руки там заняться чем-то. В общем, тут 200 мл. Срок годности 12 месяцев. Что это у нас такое? Успокаивающее средство после загара. Кстати, да, и можно, в общем, и на лицо, и на тело, я так понимаю, наносить. Увлажняющая маска для любого типа кожи. Основа под дневной или ночной крем. Заживляющее средство после пилинга или депиляции. Противоспалительное средство для жирной и проблемной кожи. 100% органик. В общем, вот сангель такой. Сейчас мы его вскроем. Ну, что, ну, для лица и тела нанесите небольшое количество геля алоэ вера на кожу массажными движениями. Вотрите в кожу. И сделан он у нас совсем недавно. Вообще, реально совсем недавно. 15 марта 2017 года. То бишь, ну, очень недавно. И сроком годности до марта следующего года. В общем, пользовать, не допользовать. Но, я думаю, он у меня довольно быстро уйдет. Потому что, в общем, я сейчас протираю в основном чисто вместо крема, увлажняющего, именно вот этим лосьоном. И фрошевским он у меня в состоянии почти закончится. Тут довольно удобный дозатор. В принципе, такой же, как вот, ну, похожий. Вот, как, допустим, у фрошетов открываешь и капаешь. Здесь, я думаю, он даже лучше, чем фрошевский. Вот мне вот такие нравятся. Вот он. Вот нажал на кнопочку, выдавилась чуть-чуть. И на ватку, и на лицо, или просто на руку и помассировал. В общем, мы его сейчас... Кстати, очень туго закручено. То есть, при желании, это оно может долбаться где-нибудь, валяться, и оно не протечет вообще. Специфически пахнет алое. Ну, алое, оно такое, своеобразное. Ну, и вот он такой прозрачненький. Неоднородный. Ну, и с пузырьками, конечно, он болтался, пока он вез почты России. И сейчас я только что практически с улицы. И я думаю, он потом, может, станет чуть-чуть, потому что на улице, в принципе, холоднее, чем у меня дома. Не знаю, насколько, но там градусов 5, наверное, у меня где-то 22-23. Он отойдет, и я думаю, будет более жидковатый. Ну, по крайней мере, я потом скажу, конечно, отдельный обзор сделаю и скажу свое мнение. Сегодня вечером я думаю его как раз вот запользовать. Тут 200 мл, и, насколько я помню, он стоил 200 рублей. Стоит на сайте 200 рублей. Я считаю, что это очень демократично и очень само себя оправдывает. Потому что тут же, там и, допустим, лосьон и фраше, где заявлено, там, якобы, 80-90% растительного экстракта, да. Ну, там, конечно, намного меньше, и эти все экстракты идут где-то или в середине, или, ну, иногда в начале, в конце. Ну, это вам легче зайти на сайт фраше и посчитать состав, да. Там вот он идет, по-моему, 400 с чем-то идет этот флакончик в 150, кажется, миллилитров. Короче, и выгодно, и экономично, и вообще, даже чисто экономично вот по этой вот крышечке. Больше, чем нужно не выдавиться, плюс состав действительно натуральный. В общем, я вам советую такое, даже уже хотя бы потому, что оно натуральное. Дальше. На что-то там были отзывы, на что-то не было отзывов, и на что-то, на что-то не было отзывов, я решила просто заказать, посмотреть сама, вот как оно мне. Без всяких там советов или еще подобного. И уже самой высказаться, ну, и, соответственно, конечно, отзыв я оставлю и на сайте, и, возможно, даже сподоблюсь на Айрекоменде. В общем, это сделано у нас тоже недавно, 13 марта 2017 года. Это у нас сухая пена для ванн. Я вообще первый раз про такое слышу, поэтому я решила попробовать, и сегодня, я думаю, как раз заюзаю. Почему я решила снять видео сейчас? Потому что, вот, допустим, если я ее опущу в ванну, то, скорее всего, ее уже можно будет, ну, нельзя будет показать, потому что, если только сфоткать в ванную, да? Вы опустите пену в воду в тот момент, когда в ванну набирается вода. То бишь, я ее опущу, и я ее уже вам не смогу показать, поэтому я решила все-таки сделать вот именно вот такой обзор. В общем, Саванли, 100% органик. Вообще, состав очень мелкий, но я сегодня смотрела на сайте, он довольно такой натуральный. В общем, вообще натуральный. Хотя, я думаю, что вот такое можно сделать, наверное, все-таки самим. Но где-то брать этот сок клубники, если только вот ждать, когда клубника поспеет, да? Или где-то специально покупать какую-то выдержку из клубники. В общем, она стоила 110 рублей, и я считаю, что это вполне нормально, потому что, допустим, шарик той же шипучей, той соли, допустим, там 40 грамм нам, или еще сколько-то там в нем грамм. Ну, небольшой такой шарик, он примерно столько же стоит, и не всегда он натуральный, да? Ну, конечно, можно сделать самим натуральную соль. Я иногда это делаю, но я обленилась. Ну, в общем, сегодня я ее заюзаю, и постараюсь в ближайшее время записать обзор на нее. Ну, пока я вам ее тоже советую. Так, она тоже, кстати, запакована вот так вот, ну, не придерешься. Вот такое гель для душа и шампунь 2 в 1. На него как раз не было отзывов, и я что-то... Вообще, я к дыне дышу довольно ровно, но я никогда не видела средств для, допустим, той же... Таких же вот типа шампунь, там, или еще что-то вообще средств для тела, для лица, там, для головы, для косметики ухаживающей с дыней. Вообще нигде никогда, поэтому я решила его взять и попробовать, и посмотреть. Он прозрачный. Так, в общем, он точно так же, ну, вы видите, запакован. И сделан он у нас 9 марта 2017 года. Кстати, солька у нас... Срок тоже 12 месяцев. Ну, и это тоже 12 месяцев. Я подозреваю, что у них все 12 месяцев. Тут вначале идет вода, потом средства, которые, наверное, мылятся, и что-то в этом роде не очень представляет. Довольно мелкие так написано, но, в принципе, на сайте там видно. И вообще состав довольно хороший. В общем, выдержки, допустим, из кокосового масла, из оливкового масла. Не химического, а именно из какого-то там живого существа, можно так сказать. Из какого-то растения. Из рапсового масла. Потом из сахарной свеклы какая-то такая же штуковина. Это провитамин В5, ментол, экстракт дыни, масло персиковое, молочная кислота. В общем, много всего такого. И состав довольно... Ну, в общем, хороший такой состав. Не довольно, а шикарный состав. И опять так же запаковано. Трясите, не перетрясите, не прольется и никуда не... Ни капельки мимо. И такой же вот точно дозатор. Мне вот такие дозаторы очень нравятся. Не откручиваешь крышку и выливаешь там, вылезет больше, чем нужно. А именно столько, сколько нужно. Вот, кстати, пахнет. Я не знаю, как пахнет дыня, но пахнет довольно... Не, ну, я, может быть, знаю, но просто дыню обычно я ем, я не нюхаю ее. Ну, довольно такой приятный, фруктово-растительный какой-то запах. И вот я, кстати, сейчас пришла, первым делом, конечно, хотела залезть в душ, но я сначала решила все-таки немножко сделать чутка обзора этого всего счастья. И вот сейчас я пойду в душ. Вообще, мне очень нравились гели для душа. Два в одном гели шамбунь, вот те, которые были в Ифраше, допустим. Раньше там чайное дерево, еще что-то такое. Я у них очень давно уже такого не видела. Наверное, после того, как эти среды... Большая часть Ифраше стала разливаться в России где-то там под Питером, в каком-нибудь там вообще не знаю где. и слегка стала отличаться от оригинала. Поэтому, я думаю, это будет шикарная замена. Вот чисто вот даже куда-то поедете, да, блин, да в ту же деревню. Вот взял с собой. Два в одном, шикарно, под душ. И голову намылил, и сам себя помылил. И все ништяк. Мелов. Хайрил Боди. Ну, и он такой, не сказать, что густой, не сказать, что жидкий. Довольно нормальной такой консистенции. Посмотрим, как будет в деле. Так, вот это я вообще... Я думаю, это будет моим спасением. Я очень надеюсь на это, по крайней мере. По крайней мере, судя по отзывам, там люди говорили, что сразу с первого применения. Я думаю, что многие знают, что у меня кожа рук очень сухая, и не всякий крем меня берет. Особенно бывают периоды, когда она настолько сухая, что трескается и аж до крови. Да, вот я стала вскрывать. Но я думаю, вы поняли, что вот тут, в принципе, она точно так же запакована в эту слюду. Необычный формат крема в плане вот такого вот флакончика. Для меня это вообще в первый раз. Но я тут вижу, что тут вполне приличный такой нормальный дозатор. И, наверное, это даже лучше, чем вот просто тюбики, потому что даже вот у меня сейчас есть крем скользкий от Насти Зарезка. Я его выдавливаю. Иногда у меня столько выдавится, что приходится им мазать ноги. Потому что он просто, но больше, чем есть. Это сделано у нас 14 марта 2017 года. И вот наклеечка именно вот на ней, а не на слюде. Тоже плюс, потому что, допустим, стоит-стоит, есть не бросит. И вот в какой-то момент вдруг понимаешь, что что-то оно заканчивается. И не знаешь, ну вообще, сколько оно стояло там. Какой у него срок, когда оно сделано. Крем для рук. Интенсивное питание и увлажнение. Активные компоненты. Масло авокадо, кунжутное масло, слог листьев, алоэ, экстракт ромашки. И действительно, там вот в самом начале я сегодня читала как раз этот состав. Конечно, минус, что вот тут позолоченными такими буковками на белом фоне. И не каждый очкарик это увидит. Но с другой стороны, можно зайти на сайт и ознакомиться с тем же. Тут 100 миллилитров у нас. Ну и что это у нас такое? В общем, тоже 12 месяцев после всего храниться. Небольшое количество крема нанести на чистую и сухую кожу рук. Массирующими движениями. Ну я пришла домой, руки помыл, так что они в принципе у меня чистые. И сейчас мы это с вами вот... Тугая крышечка. Но по крайней мере оно никуда не денется, не вывалится. И сейчас я это вот затестю с вами вместе. При желании можно выплеснуть и больше. Но я думаю, понятно. Вот здесь я первый раз, второй раз я уже так посильнее давила. Он такой слегка жидковатый. Ну допустим, он более жидкий, чем вот обычные кремы, как мне попадаются на руками. Но, не поверите, вот реально, вот будь там тот же сок алоэ на руки нанесли. Суспензия такая даже, но по форме. Он практически уже впитался. И вот он действительно соответствует тому отзыву, что девочка как-то писала на том сайте. Как раз вот под этим продуктом, что вот с первого применения. Руки не... Я беру, оно мне не скользит. Во-первых, оно не скользкое. Во-вторых, оно не липкое. У него какой-то вот этот эффект. Я не знаю, какое-нибудь такое очень классное средство. Даже не знаю, с чем сравнить, но... Аромат приятной зелени. Тут и алоэ, еще что-то смешивается. Чувствуется такое. Но он не дает вот такой химического там такого в нос. Непонятно чего. Он не пахнет какой-то там отдушкой непонятной. Как вот в том же и фраше. Вот эти новогодние лимитки кремов для рук. Они мне очень нравятся. Они такие же по консистенции примерно. Хорошо впитываются. Но вроде как практически увлажняют. Но вот помыл руки. И заново нанести, да? Или просто еще минус от них. Вот они там чем-то парфюмированы. Что иногда это так даст в нос, что... А у тебя временный такой вот токсикоз сам по себе. Не потому что ты там в положении. А просто вот... Все запахи невозможно переносить. И у меня чисто вот на некоторые запахи... Я вот даже какие-то очень чуть заметные запахи ощущаю. У меня ужас какой-то. В общем, если у вас сухая кожа рук. Если вы не знаете, что с этим делать. Я советую вам такой крем. Я не помню, сколько он стоил. Но я в инфобоксе напишу ссылку. И, соответственно, в скобочках цену. И, в принципе, по ссылке можете пройти. И увидите, соответственно, заказать. И вот ощущение на руках очень классное. Вообще. У меня стабильно. Где-то вот в этих местах всегда остается после крема какое-то немножко шелушение. Такой... Не сказать, что наждачная бумага. Но такое более грубое что-то такое. Я думаю, теперь меня кот может царапать без проблем для меня самой. Потому что... Блин, вот будто вы что-то такое нанесли на руки. Будто новая свежая кожа. В общем, я в восторге. Уже просто от одного затеста вот этого прямо при вас. Этого кремика. В общем, ну и последний у меня тут был для тела и для ножек. Что я сейчас достала? Это клубничный мусс как раз для тела. Вот эти два, они без слюды. Но у них настолько крепко закрыта крышечка, что при всем желании не раздолбается. Косметический йогурт. Я вообще в жизни пробовала только один раз. Какой-то йогурт косметический. И не особо была в восторге. Ну, просто вот решила попробовать, как вот, ну, сдать второй шанс косметическому йогурту, как самому по себе. Это клубничный мусс, активные компоненты экстракт клубники, масло, шик, жажоба, олива и кокос. Они задерживают синтетических масел и парабенов. Ну, и что это у нас такое? 150 грамм плюс минус 5. Тоже срок годности 12 месяцев. Тут, конечно, не написано, что после вскрытия столько-то месяцев живет, да? Но мне кажется, когда пишут, что после вскрытия столько-то месяцев живет, это как бы хотят скрыть от человека, акцентировать его на этой баночке с месяцами, да? С обозначенными там 6 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев. У кого сколько, кто, что, гораст. Акцентировать внимание именно на этом, чтобы человек не обратил внимание на сам состав, допустим. Тут у нас нет никакой слюды, никакой этой самой, но вот он действительно как йогурт. Я думаю, сегодня после душа его опробовать тоже и в ближайшие дни записать вам видос. Да, кстати, я его не понюхала. Но он пахнет клубничкой, допустим, какой-нибудь такой сушеной клубничкой, которую вы потом решите заварить кипяточком и в чаечек сделать из нее. Ну и состав у нас тут вода, потом масло ши, масло жужоба, масло оливковое, масло авокадо, кокосовое масло, глицерин, лицетин, провитамин В5 и экстракт клубники, хоть экстракт клубники в самом конце, но суть того, что тут очень натуральный состав, это уже просто само по себе, это уже плюс. Это уже за какие угодно деньги купишь. Ну, конечно, предел какой-то есть, но вот именно что вы в себя впитываете именно то, что нужно вашей коже, а не какую-то Е666, это уже, конечно, огромный плюс. Вообще, я очень рада, что открыла для себя, полноценно так открыла для себя саундри. Так, ну, если я вдруг ставлю удаление не там, потому что я люблю такое делать, мне как хочется, так и читается, то, конечно, вы можете меня поправить. Ну, и, может, простите меня или извините, что-то в этом роде. Восстанавливающий крем для ног. Вот с этим у меня вечно... Крем для ног, вот это, вот надо мне периодически стабильно что-то такое. Не все подходит или там мажешь что-то такое. Эффект вроде есть, пока мажешь, впиталось уже, ничего нет. Активные компоненты эфирное масло чайного дерева, экстракты календулы и ромашки и масло жид, оно же карите. Так, оно у нас... Слушайте, чайным деревом он прямо вот так вот конкретно несет. За километр, можно сказать. Но я не против. Если вас раздражает какая-нибудь там трава и больше нравятся какие-нибудь отдушки искусственные, то, конечно, это дело ваше. Но если вам хочется чего-то именно натурального и за нормальные деньги не переплачивая, то, в общем, я советую вам вот... Конечно, брать, наверное, не особо удобного из такой коробочки. Но можно приноровиться. Так, ну и он тоже у нас 12 месяцев. Кстати, когда вот сделанный этот у нас 14-го, а этот 28-го февраля. Можно сказать, самый древненький, но... Я думаю, такой баночки 150 грамм плюс-минус 5. Уж за год-то вы ее точно уделаете. Действительно уникальная формула натурального крема для ног. Улучшает регенерацию кожи, идеально питает, увлажняет и восстанавливает сухую кожу, защищая ее от внешних факторов. Ну и вначале вода, глицерин, потом, опять же, масло идут, касторовое, масло ши, масло подсолнечника. Николай не думал, что, наверное, оно полезное. И едят же его все-таки. Немножко чего-то непонятного, но, в принципе, не суть важна. Так, потом что-то такое из сахарной свеклы. Так, из кокосового масла, из экстракта календулы, потом масло чайного дерева, витамин F. Ну, я сейчас читаю это не по порядку, но очень, в принципе, такой хороший состав. В общем, я думаю, если вам интересно, то вы зайдете на сайт и сами почитайте, да? Вот он наш сайт, как он выглядит. Ну и здесь у нас вполне себе меняемая информация относительно оплаты заказа. Я думаю, если вам интересно и лень заходить напрямую на сайт, вот просто даже сейчас, чисто для ознакомления, можете нажать на паузу и прочитать текст. Вообще, на сайте есть информация, где можно купить это все. И забиваете, допустим, тыркайтесь на эту ссылку, добиваете свой населенный пункт, ну или выбираете его из списка, и смотрите там, где, допустим, Ярославль, это можно купить в магазине Рио. Надо же помечать, в Угличе один магазин, но я там раньше знаю, что продавалось что-то подобное. Один раз видела, просто заходила мельком. Ну не знаю, как сейчас, специально не ездила, не смотрела, есть оно там еще или нет, что-нибудь подобное. Точнее, не сам магазин, вот чисто саванри, а вот именно вещи, какие-то продукты из саванри. Думаю, в городах покрупнее, даже вот если крупнее Ярославля, что-то другое, там, в той же Москве, я думаю, что может даже какой-нибудь магазин, чисто так посвященный саванри есть. Ну тут как оформить заказ. Ну тут, в принципе, это все такое стандартное для всех подобных магазинов интернет. Режим работы. Мне кажется, все довольно легко. Это было бы желание разобраться, прочитать это все и заказать, если что-то хочется. Ну и средства, которые вот сами цены, это вот как раз этот 2 в 1 гель-шампунь, ну он как бы для мужчин, но женщины тоже люди. Я так думаю, а вы? Я думаю, ничего такого критичного нет, если вы помоете голову мужским шампунем. Может, по-моему, средства эти и фрошевские 2 в 1, они тоже шли как в отделе женской косметики, так и мужской. Вот это пена, которую я в ближайшее время буду тестировать напрямую. Гель алоэ вера. Вот, кстати, он. Вот он отошел слегка. Ну и вот, в принципе, цвет такой же и остался. И пузырики тоже слегка еще есть, но пузырики воздуха, я думаю, это нормально. Тот крем, который я показывала, и потом в ближайшие дни его обозрю отдельно, еще не пользовала. Клубничный мусс, который вот из принципа после клубничной ванны намажусь клубничным муссом. Ну и, конечно, тоже потом отдельно сделаю обзор. Ну и тот классный крем, который я при вас затестировала, и который действительно, вот даже, судя по отзывам, многим людям нравится. Ну и я, конечно же, его вам очень советую, особенно, если у вас сухая кожа рук. Ну и вот мы обратно вернулись. Ну, а тут просто о самом саванри. Я, правда, специально забила в интернете посмотреть, почему так он назван, именно само название, в чем оно сочетается, потому что, ну, как-то не нашла. Или плохо искала, или действительно нет ничего такого объяснения никакого в интернете по этому поводу. Но, может, конечно, мой извращенный мозг выделил, когда я сейчас заставку слегка обрабатывала на компьютере. Но, вот честно, смотрите. А-В-О-Н. Ничего вам не напоминает? Я отпущу даже, вот. А-В-О-Н. Ну, я ни к чему не говорю, но чисто вот так вот Эйвен спрятал и в саванри. Если бы Эйвен, допустим, были такие супернатуральные, да. Ну, допустим, тут супернатуральная и доступная. Эйвен доступный, но не натуральный. Ну, как-то вот так, в общем. Это просто уже моя любовь выделять из слов что-то еще. В общем, вот такие пироги. Ну, и там, конечно, есть группа ВКонтакте, еще где-то группа. Чисто вот так по сайту походите, полазаете. Ну, и если вам понравился мой обзор, то проходите, пожалуйста, по ссылке, которая будет в инфобоксе на сам сайт и на продукты. Ссылки тоже, конечно же, оставлю. Ну, и если вам это очень понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет это приятно. И саванри, я думаю, тоже будет приятно. В общем, если вы досмотрели до конца, то спасибо. И до новых встреч. Пока. Извините, что под конец видео меня не было в кадре практически. Продолжение следует...